А как они называются? Понятия не имею. А тебе не нравится? Я вроде подороже выбирал. А, нет, мне нравится. Спасибо. С цветком гиацинта связана старинная легенда о любви. Бог солнца Аполлон был влюблен в прекрасного юношу по имени Хиакинтас. С тобой все в порядке? Да. Спасибо, Костя. Что за вино? Красное полусладкое. Чего кислятину пить, да? В бокале этого превосходного тинтеротта содержится дневная доза природного фитоалексина. Залога красоты и долголетия. А ключикой муху к слевой и в накалу. Прямо на третий же секунде. Капец, какой бой был. Ты не смотрела вчера? Я взял нам на вечер Вики Кристина Барселона. Поверь мне, это очаровательнейшая картина. Просто стерильный шприц с киноманской радостью внутривенна. Мне нужен Валя. Ты только что мимо него в общей комнате прошла. Нет, не нужен. А, нужен. Я не могу встречаться с другими парнями. Я уже неделю пытаюсь. Они все просто какой-то нудный отстой. Ты раньше так про Валю говорила. Короче, я хочу с ней встречаться. И я буду с ней встречаться. Кому яичницу? А, нет, спасибо. А я буду. Ну и правильно. Яйца очень полезные. В них много белка, кальция. Ну и, кроме них, я больше ничего готовить не умею. Ну, ох, Юлька, тяжело тебе придется замужем, а? А я на кухне торчать и не собираюсь. В квартире есть места и поинтереснее. Никуда наденешься. Мужики едят чаще, чем... Ну, у них к этому способности больше. Но есть исключения. Да когда это еще будет? Я замуж пока не собираюсь. Что я там забыла? А пока можно и погулять. Да, ведь? Да, но с этим надо поаккуратнее, а то можно дров наломать. Что такое? Да ничего. Судорога. Да. Холодно здесь. Короче, во время завтрака меня гладила чья-то нога. В смысле чья-то? Или ты был один? Да и нет. Напротив сидели Юля и Кристина. Вот кто-то из них. Ну, если бы это была лотерея, я бы занял миллион и поставил бы на Кристину. И торчал бы сейчас лям. Объясни. Ну, потому что я не уверен, что это была Кристина. Когда это началось, я посмотрел на нее. Она сидела, уткнувшись в тарелку. А Юля наоборот, улыбалась, подмигивала. Зачем это Юле надо? А зачем это надо Кристине? Мы уже давно встречаемся, она такого никогда не делала. Ну, все равно не понимаю, зачем это Юле. Блин, чувак, ты что не видишь, как она ко мне относится? Постоянно подмигивает, улыбается. Вон, яичница ее угостила. Я постоянно с тобой шучу. Вчера бутербродом угостил, когда в ЗАГС пойдем. Короче, там... Ладно, забей, я просто с ней поговорю. Откройте! Открыто! Крати! Чего сидишь? Открывай. Открывай. Да иду я. Чего так долго? Я и так еле иду. Мои руки. Ну что, осталось бы добрать код и деньги наши? Нет, это я себе купила. Зачем? Здрасте. Я же теперь бизнесмен. У меня постоянно корпоративы. Там 10 тысяч, здесь 10 тысяч. Да мы помним, что у тебя в этом месяце было два корпоратива по 10 тысяч. Ну вот, страшно же по вечерам с такими суммами домой возвращаться. А теперь спокойнее будет. Ян, ты и так будешь с ними домой возвращаться? Или ты планируешь сейф с собой в сумочке носить? Неважно, значит дома будет спокойнее. А дома-то такого боишься? Ну, сейчас, конечно, никого. А вдруг воры заберутся? А, тут сейф стоит. Ну, сразу понятно, где все деньги. Ну и что он противоударный, противопожарный? У него код на 100 тысяч комбинаций. Что они сделают? Вынесут. Ты же его сюда как-то принесла. Ну и сколько ты отдала за свой спокойный сон? 10 тысяч. По-моему, ну, почти дешевле. Спокойно. Это все на перспективу. Все окупится. Главное только придумать, как его закрепить. Валь, привет. Я хотела с тобой поговорить. Это важно. Важнее выявление аномалий в метаболизме хемогетеротрохов? Наверное, нет. Тогда позже. Валь, я скучаю. Маш, мне совершенно некогда тебя развлекать. Мне нужно наверстать упущенное время, которое я... Потрясающе. Это про прическу. Это я... Надо добавить водород. Время, которое я потратил на пустые попытки добиться твоего расположения, вместо того, чтобы планомерно совершать научные открытия. Неужели нечем себя занять? А в городе закончились распродажи? Нет. Тогда все. Прошу не отвлекать меня по пустякам. Я не нянька. А самовлюбленный козел. Да пошел он. Я перед ним и так, и сяк. Люблю тебя, говорю. А он форумуки свои выписывает. Ты что, ему в любви призналась? Да признаешься ему. Я перед ним голая ходила, ему пофиг. Ну, было бы пофиг, если бы ходило. Открытие у него. Носится своими гетеро, что-то там. Ну, хоть гетеро. Я ему даже сказать ничего не смогла. Занят он. Ну, это же Валя. Завтра с ним поговоришь. Ты же знаешь, он каждое утро сидит по 10 минут около бегонии, насыщаясь свежим кислородом. Никуда не денется. Нет. Я завтра уже найду себе нового парня. Что у нас? Мало интересных ботаников, они верят? Да полно. Я еще умнее Валей найду. Они еще в очередь будут выстраиваться, чтобы меня заполучить. А это пусть целуются своими плоскими червями. Юлия, насчет... Короче, больше так никогда не делай, окей? А ты о чем? Ты поняла. Честно, нет. Я о том, что было утром. А что было утром? А что было утром? Японская иена подешевела. А, ты про яйца, что ли? А, то есть мы уже ничего не стесняемся. Да, я про яйца, и мне это не понравилось. А что именно? Обычно у меня хорошо получается. Ту-ту-ту-ту, я не знаю, как там у тебя получается, но завязывай, это может делать только Кристина. Понятно? Как скажешь. Все. Ну, а теперь попробуйте поднимите. Ты что туда гирю положила? Ну, вы попробуйте, попробуйте. Что там? Гиря. Теперь его никто не вынесет. То есть ты думаешь, тебя придут грабить две хрупкие девушки? Ты о чем? Сейчас. Майкл! Да брось на свой бутерброд. Что? Можешь поднять? Угу. Вы что там гири храните? А хоть бы и гири. Это мой сейф, что хочу, то и храню. А вот теперь представь, что таких, как Майкл, будет трое. Спокойно возьмут и вынесут. Ну да, может быть, вы и правы. К тому же туда, кроме гири, больше ничего не помещается. Ну и сколько ты отдала за этот балласт? 700 рублей. Ну ничего, все окупится. Привет, я Маша. Как дела? Я так понимаю, это розыгрыш? Где? Тебе мы разом, господи Макалом, поговорили. Очень смешно. Да нет. Значит, Левин Золотаревым. Понятно. Пускай мне 21 год, и у меня никогда не было девушки. Но это не повод надо мной издеваться. Привет. Чем занимаешься? Я Маша, а ты? Извини. Ну как тебе утренняя игра? Отлично, 3-0 у Реала выиграл. Да нет, я про мою игру за завтраком. Я про свою ножку. Ты что, ничего не почувствовал? Так это была ты? Не поняла, ты на кого подумал? На тебя. А на кого еще? Не, ну конечно же ты, кто еще-то? Ты просто так на тебя не похожа. Ты же сам все время говоришь, ты хочешь чего-то новенького, чего-то неожиданного. Вот я и решила. Ну ты молодец, прямо в нужный момент. Я еле держала, чтобы не заражать. Сижу такая, застала в тарелку, откройлась. Ну ты правильно сделал. Где свернем? Ну давайте вот здесь. А что вешаем? Сейф встраиваем. Золото в риллианты? Не ваше дело, сверлите. Наверное, ничего не получится. Наверное? Да стенка тонковата. А вы раньше об этом не могли сказать? Ну кто же знал-то? С вас 1200 за вызов, ну и 40 рублей за дырочку. Семакина, Етишкин корень, стены фанерные. На них муху хлопнуть страшно, боюсь, треснет. А ты сейф. Ну а куда мне его деть? А почем мне знать? К полу он приклей. Точно? И не вздумай мне пол портить. Готово. С вас 400 рублей. Вы же говорили 200. Ну так ее с двух сторон заделывать надо. А они все от меня шарахаются, представляете? Я думаю, что за дела? А потом до меня дошло. Я просто слишком хороша для них. Они просто не могут поверить своему счастью, что я к ним подошла и заговорила с ними. Ой, молодец, Белова. Перепугала всех ботанов у неверия. Ты же для них страшнее, чем тройка. Они теперь сидят дома и валерьянка отпаиваются. Правильно? У них же по жизни учеба до учебы. А тут подходит. Красивая, длинноногая, хорошо одетая. Ой, Белова, не нужно скромничать, говори сразу богиня. Ну да, тут я богиня. Короче, так я с умным парнем не познакомлюсь. Надо пострашнеть. Зачем? Ну, чтобы быть на их уровне. Блин, это ж мне надо шмотки где-то стремные достать. Яна, доложи что-нибудь из своего. А еще, наверное, мне надо где-то умные фразы выучить. Ну, чтобы совсем своей казаться. Привет, я... Это я готовлю для себя. И есть буду только я. Да я не все нормально. Я просто хотел извиниться за то, что нара он тебе. Ну, понимаешь, просто проблемы на работе, настроение не к черту. Вот я и сорвался. В общем, прости. Хорошо. Только в следующий раз срывайся на ком-то другом. Конечно. В общем, можешь готовить сколько хочешь, когда хочешь и все, что хочешь. Хорошо, я буду готовить сколько хочу, когда хочу оба свои блюда. Ну вот, теперь его никто не украдет. А, это типа осторожно злая собака? Мне кажется, туда только Йорк поместится. Да, и то все деньги обгадят. И поэтому воры не возьмут их. Ой, здорово придумала. Это эмблема. Я поставила на него спутниковую сигнализацию. Сейчас у них акция всего 4 тысячи. 4 тысячи? Семакина, в сейф нужно класть деньги, а не вкладывать в него. Зато теперь я спокойна. Если кто-то его сдвинет, приедет группа специального реагирования, а мне на смартфон придет специальный сигнал. У тебя вроде нет смартфона. Пришлось взять. Недорогой. Всего 7 тысяч. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите. Мы же ученые привыкли говорить на латыни. Сальва. Вы не против, если я присяду? Просто все столики заняты. Заняты? Ну, там просто шумная компания рядом со свободными. А мне нужно готовиться к коллоквиуму. Приздаю пятерку с минусом. Не пятерку. Меня Марина зовут. Сергей. А почему такой умный и симпатичный парень сидит в полном одиночестве? Так я не один. Ну, конечно. Ты с своей подругой-наукой. Ну, и со своей геометрией тоже тебя имеют. Простите, но у вас написано геодезия. Ну, конечно. Геодезия. Я просто проверяла вашу внимательность. А я с другом. Ну вот, без кофеина, с обезжиренным молоком. Маша. Марина. О, да. Марина. Марина Чернова. С архитектурного. Извините, я обознался. Просто вы поразительно похожи на одну мою знакомую. Ничего мне. Часто говорят, что я на кого-то похожа. Просто у меня лицо. Типическое. Типичное. Типически типичное. Валя, извини. Мне нужно бежать домой. У мамы люмбага разыгрался. Приятно было с вами познакомиться. Ну, я, наверное, тоже пойду. Мне тоже нужно готовиться. Очень сложный этот предмет. Вот геодезия. А знаете, я сейчас вижу, вы не так уж и похожи на мою знакомую. Она такая яркая, легкомысленная, ветреная, с кучей ненужной косметики. А вы совсем другая. У вас такие умные, искрячиеся научным интересом глаза. Оставайтесь. Куда мне две порции кофе? Мой суточный диурез меня не простит. Ну, и он, значит, тянет билет. От него перегаром несет. Я ему говорю, Матвеев, вы уверены, что готовы отвечать? Он вообще не отвечает. Пытается прочитать билет. Смотрю, начинает залипать. И вот тихонечко на алфа. Пиво поешь? Не открывая глаз, буду. Я говорю, вот через неделю на пересдачу придешь, вместе и попьем. Так, а я не поняла. Антон, а что ты Юлю под столом гладишь? Кого гладить? Антон, Юлю глади. Это не я, это Майкл. Я запомнила ногу, это твоя нога была. Ты чего сидишь, молчишь? Я просто растерялась. Так, ты все-таки ее гладил? Растерялась она. И главное, сидеть такая довольная, а? Ну-ка, покажи, где он тебя гладил. Я могу показать. Я думал, я тебя гладил. Ты различить не можешь, кого ты гладишь? Ногой нет. Главное, сидеть, как ни в чем не бывало, а? Так, стоп! Значит так, с сегодняшнего дня все сексуальные игры Мартынова и Соколовской происходят вне территории кухонного стола. Как под ним, так и на нем. Да успокойся ты, никто никого не гладит. Марина, и все-таки, почему выбрали именно архитектуру? Я? Мой отец архитектор. Заслуженный строитель СССР. Я, так сказать, по стопам. А что построил ваш отец? Да много чего. Там Останкинскую телебашню. Как? Там же главный архитектор Баталов. А это его псевдоним. А! Марина, а вы как будущий архитектор, к чему сами больше тяготеете? К какому стилю? В настоящий момент в авангарде современной архитектуры стоят такие стили, как хай-тек и деконструктивизм. Марина, я не знаю, что меня больше поразило. То, что ваше мнение совпадает с моим, или то, как вы умело цитируете учебник Беляева «Архитектура на стыке веков». Я не пустя твёрз. Ага, я тоже. И раз уж вы в цитате коснулись такого стиля, как деконструктивизм, хочу услышать мнение профессионала. Скажите, есть ли у него будущее? Только честно. Ну, как сказать. Несмотря на его чёрность форм, в общем объёме строительства эти стили явно уступают типовым проектам. В точку. Я считаю точно так же. Да? Конечно. Я обожаю типовую застройку. Это как математика, застывшая в камне. Плита к плите, блок к блоку. Балкон к балкону. Я просто потрясён. Фух, успела. Что, убегала от толпы четырёхглазых поклонников? Типа того. Ну что, получилось? Познакомилась с кем-нибудь? Да. С Валей. Да ладно. С нашим Валей? И что, он ты сразу узнал? Он меня не узнал. А, ты сама ему сказала. Представляете, как он офигел? Я ему ничего не говорила. А вот теперь я офигела. Белова, ты что творишь? Ну, ему вроде как понравилось. Ну, схожу с ним на пару свиданий. Мы уже договорились. Маш, ты совсем что ли? Очки напялила, а он мне и не стал. Зачем опять его обманывать? Ты помнишь, чем прошлая ложь закончилась? Ну, такая, как есть, я ему не нужна. Так лучше вообще не встречаться, чем врать. Фух, успела. Что, убегала от толпы четырёхглазых поклонников? Типа того. Ну что, получилось? Познакомилась с кем-нибудь? Я? Да нет. И вообще, да ну этих ботонов, придурки они все. Ну, умные, конечно, но придурки. Друзья, вы даже себе не представляете. Я познакомился с потрясающей девушкой. Красивой. Умной. Вот этот ивальок прям в точку. Это действительно сложно представить. Слушай, Валь, это чистая формальность, но я должен спросить. Ты ей тоже понравился? Ну, вроде бы да. Ну, тогда сразу бери быка за рога и зови её на свидание. Ну, мне нужно всё взвесить, проанализировать. Ну, всё правильно, они только встретились. А перед свиданием должен пройти инкубационный период 30 дней. Не знаю. Спасибо. Вот видишь? Да не слушай его, шутит он. Бери телефон и звони ей, чтобы не получилось, как с Машей. Тянули-тянули, в итоге нифига не вытянули. У меня нет её телефона, но мы сегодня вечером договорились встретиться, за книжками посидеть. О, это даже лучше, чтобы сегодня же предложил ей встречаться. Хорошо, я попробую. Майкл, а ты не знаешь спутниковые сигнализации? Они вообще надёжные? Ну, говорят, да. Но они и стоят недёшево, поэтому если ставить, то на какую-нибудь дорогую иномарку. А что? Да ничего. Я себе такую на сейф поставила. Зачем? У тебя там алмазы, что ли? Ну, не алмазы, но сумма, знаешь, немаленькая. А. Ну, вот я и переживаю, подключили они или нет. Ты можешь мне помочь? Как? Поохранять с ружьём? Да нет. Взять сейф, отойти с ним, ну, вот буквально до лифта. И если мне поступит сигнал, значит, всё нормально. Угу. Тебе поступит сигнал, а я поступлю с Клифосовского, с тяжкими телесными. Там же явно сразу кто-то приедет. Да нет. Как только мне позвонят, я сразу всё отменю. Ну, скажу, что это я с сейфом иду. Да всё нормально. Ну, ладно. Антон. Я хотела поговорить насчёт утренней ситуации. А, прости, я вспылил. Ну, наверное, настроения не было или просто погода меняется. Да нет, всё нормально, я понимаю, бывает. Я хотела узнать, почему ты подумала, что это была я. Где была? Под столом. А, это? Да ничего, я не подумал. А зачем тогда разбираться пришёл? Кто я? Разбираться? Юля, ты честно скажаешь факты. Я. А кто я? Ты. Вот опять я, ты, ты, я. Ты сама не понимаешь, о чём ты говоришь. Я всё прекрасно понимаю. За столом сидела я и Кристина. А подумал ты на меня, а не на свою девушку. Да нет, 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 всё не так. Я подумал, что если вдруг это была ты, я подчёркиваю, если вдруг, то это было очень плохо. Понятно? Вот о чём я подумал. Да? Ну, а если это было так плохо, почему ты не прекратил? Чего ждал? Ну, значит, всё-таки было хорошо. Юля, вот ты опять всё переворачиваешь с ног на голову, а? Да ну. Скажи, я тебе нравлюсь? Чего? Нравлюсь тебе. Нет. Нет? Нет, 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 нет. Теперь посмотри мне в глаза и скажи, что я тебе не нравлюсь. Я так и думала. Нравлюсь. Просто сказать боишься. Слушай, да, ты мне нравишься, но у меня есть Кристина, из-за тебя я не брошу, ясно? Да. Более чем. Алло? Да, это я. Всё в порядке, сейф со мной. Можете отменять заказ. Ну, то есть вызов. Нет, не надо, всё хорошо. Ко, двое слово? А, сейчас. Ой. А, ну, кажется, в сейфе. А, сейчас, а вы... Вы отмените, а я вам потом скажу. Ну, по честное слово. Майкл, ну прости. Каракатица. Что? Кодовое слово «каракатица». Неужели сложно было запомнить? Ну, я просто запаниковала. А представляешь, как я себя чувствовал. Стою с сейфом, на меня бегут люди с собаками. Я чуть от страха в мусоропровод не запрыгнул. Ну, в итоге же всё нормально, я успела. Успела. А ничего, что я лежал на полу и лбом бычок тушил. Успела она. Ну, хочешь, в качестве компенсации, ты можешь пользоваться моим сейфом. Яна, в качестве компенсации, можно ты не будешь обращаться ко мне с дебильными просьбами? Конечно. Угу. Как скажешь. И ещё постираешь и зашьёшь штаны. Угу. И футболку. Твою мать, а! Прости. Яна, я вообще не понимаю, зачем тебе сейф? Люди, чтобы хранить большие суммы денег, банковские карточки заводят. Ой, а я что-то не подумала. Очень рад тебя снова видеть. Честно признаться, очень нервничал. Я знаю. В смысле, я тоже нервничала. Мне так приятно, что мы настолько откровенны друг с другом. Надеюсь, эта тенденция сохранится в нашем общении. Зачем опять его обманывать? Ты помнишь, чем прошлая ложь закончилась? Так лучше вообще не встречаться, чем врать. Я должна тебе кое-что сказать. Я тоже. Но это очень важно. Позволь мне как мужчине начать первым. Я решил не откладывать это в долг ящик, так как это не имеет смысла. Марина, ты мне очень нравишься, и я хотел бы с тобой встречаться. Правда? А что ты хотела сказать? Ну, видимо, то же самое. Это замечательно. Не спишь? Нет, а ты что тут делаешь? Так понятнее? Или еще намекнуть? Нет, нет, нет. Мы же все обсудили. Ты же хотел, чтобы я пришла. Я ведь знаю, что нравится тебе. Безумно. Я хочу тебя. Антон. Антон. Антон! 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 Что? Ты его из меня остановил? Что-то эротическое приснилось, да? Да ты. Антон, ты мой Мося. Я тебя тоже люблю.